До открытия Олимпиады осталось меньше суток. В пятницу церемония состоится в 17.00 по столичному времени. Это первое в истории открытие игр, на котором не будет зрителей из-за пандемии коронавируса. Кроме того, число высокопоставленных гостей будет значительно сокращено. О спорте в условиях жестких ограничений расскажу в следующие несколько минут. Это Актуально. Здравствуйте. Итак, открытие этих Олимпийских игр мир будет наблюдать на экранах телевизоров и смартфонов. Доступ на церемонию разрешен всего нескольким сотням гостей. Поэтому мероприятие пройдет при пустых трибунах. При этом все наблюдающие за открытием онлайн увидят знаменосцев, фейерверки и всю остальную программу церемонии. Мы в ожидании церемонии открытия игр. Это будет момент удовольствия и облегчения. Спортсмены смогут насладиться моментом в особых обстоятельствах. Будет чувство облегчения, ведь путь к этой церемонии открытия был не самым простым. Если вы услышите 23 числа звук падающих камней, то знайте, это груз, облегчивший мое сердце. Любое спортивное событие не обходится без прогнозов, тем более таких масштабов. Аналитики компании Grace Note составили виртуальную медальную таблицу с ожидаемым количеством наград. На первом месте Соединенные Штаты Америки. Их спортсмены, согласно прогнозу, могут завоевать 96 медалей. На втором месте Россия, на третьем Китай. В пятерку лидеров также могут попасть Япония и Великобритания. А вот сборная Казахстана, по мнению аналитиков Grace Note, не войдет в первую десятку, завоюет 15 медалей и всего одно золото. Традиционно в нашем спорте мы всегда делали ставки на единоборство и на силовые виды спорта. Но сейчас на Олимпийских играх в Токио немного изменились приоритеты. Появились новые виды, в которых достойно представлены наши спортсмены. У нас появились неплохие атлеты в скалолазании, в спортивной гимнастике. Казахстанские спортсмены завоевали 97 олимпийских лицензий в 27 видах спорта. Одним из лидеров нашей сборной будет легкоатлетка Ольга Рыпакова. Для нее эти игры станут четвертыми в карьере. Примут участие наши атлеты и в новых видах спорта, которые впервые вошли в программу Олимпиады. Впервые Казахстан выступит в новых видах олимпийской программы скалолазания и карате. Первыми в этих видах от Казахстана на игры отправятся наш скалолаз Ришат Хайбуллин и сразу пять каратистов. Дархана Садилов, Нурканата Жиканов, Даниэр Юлдашев и девушки Мольдер Женбурбай и Софья Берульцева. Первыми на Олимпиаде выступят наши стрелки из лука и грибцы. Квалификационные соревнования у них стартуют уже в день открытия игр в пятницу. После этого 24 июля начнутся состязания у боксеров, дюдаистов, пловцов, гимнастов, велосипедистов и теннисистов. Болеем за наших, это актуально.